Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 сентября. Вот и наши красавцы пальчиковые, банановые ноги и казанова, о которых судачит весь интернет. Многие, кто выращивал их, кому-то нравится, кому-то не нравится вкус. Кто-то говорит, что они суховатые, кто-то наоборот их хвалит, что они вкусные и мясистые. Но какими бы они ни были на вкус, урожайностью они поразят точно всех. Но всех поразили, кто выращивал. Каждый согласится, что и банановые ноги очень много дают плодов на одном кусту. И что вот казанова, в прошлом году я показывала, они буквально все увешаны гирляндами плодов. Я вот сейчас собрала 2 последних ведра, вот банановых ног и казанова. Остальные буду укладывать на хранение. И цель моего вот этого видеоролика, я хочу как раз рассказать о том, многие очень спрашивают, я в прошлом году подробно рассказывала, нынче было некогда. Многие спрашивают, какие томаты подходят для длительного хранения для зимнего. Вот как раз вот эти томаты, вот эти сорта, которые немного суховатые, у которых не очень много сока внутри, у которых повышенное содержание сухих веществ, они имеют самый длительный срок хранения. Вот казанова я в прошлом году испытывала, он у меня уже товарищ проверенный, надежный, он хранится очень долго. А банановые ноги я выращиваю нынче в этом году первый раз. И то потому, что мне зрители прислали семена, я сама бы, ну может быть и не стала бы покупать, потому что в магазинах не продается, надо где-то выписывать его. И вот нынче в этом году я буду укладывать на хранение и банановые ноги, потому что, вот по моим ощущениям, по тому, как они такие тверденькие, в них не очень много сока, в нем много вот этого вот такого не сочного мяса, а именно плотного мяса, плотная шкурочка. По всем показателям и по моим ощущениям он должен храниться очень долго. Я буду укладывать на хранение, но, конечно, не вот эти спелые. Эти сейчас у меня пойдут на заготовку семян. Я специально ждала, чтобы они на кустах вызрели, чтобы они как раз вот до полной биологической зрелости довисели, чтобы семена были, ну, вызревшиеся, такие толстенькие, полноценные, чтобы была хорошая схожесть. А следующие, вот которые там остались, бурые, молочная зрелость, те уже пойдут на хранение. Вот с завтрашнего дня все томаты, которые не успели вызреть, я буду укладывать в подвал на хранение. Ну, конечно, вот от такой картины живописной, я сейчас их буду, ну, разрезать, прям настроение поднимается. Представьте, вот эти вот друзья, два друга пальчиковых, банановые ноги и казанова, как красиво будут смотреться в баночке, в консервации, я уже представляю. А одна зрительница вообще прислала рецепт, сказала, что с банановых ног сварила варенье, ну, по аналогии с кабачковым, с добавлением лимона и апельсина, и что все соседи у нее пробовали, и мало кто может даже понять, что это из томата варенье. Оно такое янтарное, сладкое, с лимонно-апельсиновым таким привкусом. Я вот хочу, если время будет, останется, хочу тоже сварить, попробовать варенье из банановых ног. Так что, если когда вы пишете, что банановые ноги сухие, и вкус там не очень хороший, если они не подходят для вкуса, значит, они обязательно подойдут для чего-то другого. Пожалуйста, для хранения, для вяленя, для запекания, для, наконец-то, варенья, которое я сама еще ни разу не варила, но если люди говорят, что получается хорошее варенье, значит, оно действительно получится. Я думаю, что вот банановые ноги, это вот как раз товарищ Казанова, и он у него как раз такие же характеристики, что он хорошо хранится, хорошо будет в консервации, и вот для всех, для этих таких заготовок, как я уже выше перечислила, вялить, там запекать. Все, до свидания. Сейчас буду потрошить Казанову и банановые ноги на семена, а следующие буду укладывать на хранение. Когда я несколько лотков соберу на хранение, я покажу вам специально подробно, в каком виде я укладываю. Еще спрашивают часто, мою или не мою томаты перед хранением. Я томаты перед хранением никогда не мою, желательно их уложить сухие, потому что если их помоешь, их надо потом как-то просушивать тщательно, если что-то не просушишь, они будут влажные, там они начнут гнить. В прошлом году укладывала все сухие, хранятся хорошо. Мыть будут только перед тем, как употреблять их, когда достану. Их моют только в том случае, если у вас там есть на кустах признаки фитофторы, для того, чтобы вот это обеззаразить, тогда моют, есть и в растворе марганцовки, моют, есть и в спиртовом растворе моют, есть моют в соляном растворе, то есть солью, как окунают в соляной раствор, потом, ну короче, способов много, я ничем не мою, потому что у меня томаты все здоровые. И про эту, про вершинку, я вот все боялась, что нынче не было золы, будет вершинная гниль, обычно же на пальчиковых, на сливовидных, все сняла томаты, ни одной вершинки не нашла, значит может быть она на будущий год ко мне придет, но я уже запаслась сейчас доломитовой мукой, буду осенью вбивать в почву, так что вершинная гниль нынче тоже нас обошла стороной, все прекрасно, все идет своим чередом, до свидания.